всем доброго времени суток с вами канал art money и сегодня у нас видео обзор на вот такую вкусняшку покупал ее в ленте стоила она около 100 рублей с чем-то называется бренд виваль ассорти фруктов шоколадной глазури когда ее брала я не увидела вот этих вот конфеток сбоку нарисован я сразу заметил эту дольку мандарина или апельсина наверное скорее всего и почему-то мне подумал что это будет просто только в шоколаде потому что предыдущие пакетик я видела чисто от ленты по нащупываниями как раз нащупала такое вот что-то подобное она была подороже и поэтому я решила взять вот эту это все-таки от ленты как типы знаете вот ашановская есть они не очень по качеству а это я подумал здесь будет более качественная и взяла эту сейчас попробуем проверить в любом случае здесь вот они какие внутри много начинки должно быть шоколада немножко поменьше но слой где-то в миллиметр миллиметра два должны 3 тут по бокам должно быть здесь вроде как клубника апельсин должны быть состав довольно большой в конце ролика будет фотографии на состав вы сможете остановить и почитать его здесь есть три два е добавки вот масса здесь у нас даже 180 грамм вот ну да здесь что-то вроде клубника апельсин и что-то еще яблоко что не знаю даже давайте посмотрим и так давайте сначала перед началом пока я их открываю комментариях напишите будут ли конфетки вот такие же как здесь на фотографии я смею что будет такая очень сомневаюсь скорее всего раз эти нарисованы значит они будут такими а это манга здесь что напишите они будут точно такие же много начинки шоколад такая кругленькая красиво или нет как вы считаете пока вы пишете я буду открывать спустился воздух наконец-то пошел сразу запах пишите или такими же они будут или они будут другие пишите 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 я подожду пока я сейчас свое блюдечко сюда положу любимые давайте ладно на нем мы будем резать такие небольшие такие они красочные манго три штуки клубника хорошо что они подписаны каждый по три штуки я еще как раз подумал надо их пересчитать получается у нас пачки 9 штук ну давайте пробовать апельсиновый потому что мне апельсин больше всего нравится в шоколадной глазури насколько я знаю шоколадная глазурь она не такая темная как шоколад допустим 75 процент она более светлее сейчас посмотрим очень прям пахнет конфетами так аппетитно ну да немножечко с этой стороны тоже все прописано красиво оберточки очень красивые очень яркие такие можно купить допустим разложить по подаркам допустим три мешка детских каждому так по одной конфеточки таких сравню с бабаевской бабаевская конфетка да почти такая же темная я чувствую это плиточка маленькая бабаевская скоро станет как экземпляр для сравнивания сравнение так здесь что-то у нас вытекло и зимой апельсин такая с хвостиком как мышка давайте посмотрим что у нас внутри вкусненькая довольно толстенький до слой шоколада как вы здесь у нас смотреть также много начинки я удивлена сейчас вот на ноже немножечко апельсина осталось его попробовала он прям ощущение как будто тертый не тертый даже апельсин пропущены через мясорубку сахаром сейчас мы еще будем с вами пробовать не переживайте правда действительно так много давайте попробуем апельсины прям вкусно и вот вместе их когда ешь непонятно то ли там действительно апельсин то ли нет сейчас я хочу попробовать действительно там апельсин или нет да он очень похож на апельсин пропущенный до через мелко-мелко прям мясорубку прям вообще там на прям очень сильно напоминает апельсине желе желе она вот какой-то не желе как его там господи как его называть не желе как-то по-другому называется они там более такие сваренные там не чувствуется ничего это действительно как будто прям апельсин вот эти вот так вот я единственно не понимаю почему не делать бы допустим не ассорти а делась по отдельности я допустим люблю только апельсиновое клубничное я не очень люблю если честно манго тоже я вот если честно купила бы вот только вот апельсиновый целый мешочек и наслаждалась всю жизнь почему-то так если допустим леденцы какие-то они тоже лимонные там допустим апельсины я очень люблю цитрусы и обязательно клубника блин я клубничный не люблю. Почему мне отдельно не сделать? Очень вкусно. Не просто там какой-то там апельсин, непонятно, а действительно он как будто через мясорубку пропущенный. Такой, знаете, прям явный вкус апельсина. Такой немножечко даже с какой-то горчиночкой, что-ли, вот что-то такое. Такое впечатление, как будто эти конфеты кто-то сделал сам домом и их вот подал. Хотя за небольшую цену. Всего там с каких-то 100 рублей мелочью такая вкуснятина. Давайте попробуем клубничные. Батюшки, они белые. Ничего себе. Так новость. Тут главное шоколадное же написано. Ну и господи, отбегает. Тоже белые. Тоже белые, а то вдруг бракованный достался. Кто знает. Перепутали. Нет, только белые. Интересно. Если у нас клубничная с вами белая, то пишите в комментариях манго. Какой вот цвет, какой же там цвет шоколада будет. Пока вы там пишите, мы с вами будем клубничную пробовать. Я уже даже вижу тут клубничку маленькую. Вернее цвет от клубники. Здесь тоже немножко неаккуратно сделано. Я посмотрю еще здесь клубничная. Как у нее сделано снизу. А, здесь у них снизу получше немножко. Видимо, как попадется. Ну, все равно это небольшой минус, потому что при разговоре, допустим, когда к вам придут гости, какая-нибудь гостья возьмет, будет болтать, болтать, потом перевернет и это не очень красиво. Хотя, не знаю, поскольку, наверное, он беленький, просто деться некуда. Если здесь был шоколад темный, то было не видно. Это мы опять просмотрим клубничную. А, вот здесь, кстати, почти не так видно, чем здесь, например. Есть разница. Тут прям страшно совсем. А вот тут красиво. Да, мне даже что-то интересно. Вот здесь вот манго, какая интересная она. Какой же цвет шоколада будет. Так. Ну, давайте попробуем. Разрежем. Что же там такое? Хорошо получилось разрезать. Так. Ну, вот, смотрите, получилось. Как всегда, вылезла маленькая козюлечка. Клубника, насколько я знаю, у нас красная. Так, давайте немножко что-то подвинем. то здесь нифига не красная она, если честно. Она какая-то даже темно-оранжевая. Какая-то такая. Ну, много здесь шоколада. Тут много вот здесь по бокам. Внизу тут прям совсем капелька. Ну, давайте попробуем. Прям клубника. Да, наверное, скорее всего, это натуральный продукт. Натуральный клубник, потому что и вкус прям клубники. И вот эти вот маленькие, когда вот ее настоящую смотриешь в даче, да? Там по зубам вот что-нибудь хрустит такие маленькие семечки или что-то там у нее находится. Здесь они тоже есть. Прям клубничные, обалденные. Дача напоминает. Очень вкусные. не зря купила. На стол можно. Даже можно подарить такие. с белым шоколадом, кстати, Они прямо сочетаются. Вкусные. Пикантные такие, ароматные очень. Невозможно такие вкусные. Наверное, даже вот именно такие они были бы гораздо... Вернее, такие они гораздо вкуснее, если бы... Ой, не так. Такие гораздо вкуснее, чем, не знаю, получились бы такие вкусные. Это бы, наверное, за несколько, не знаю, месяцев просто высохло бы. И даже не знаю, не представляю, насколько бы была она вкусная. Спустя там несколько месяцев. А такая гораздо вкуснее. Там, может быть, они ее сварили немножко. Подсушили, уложили туда. И лежит она себе спокойно. Как в консервной банке, везде все закрыто. Сейчас посмотрим. Девять месяцев срок годности. Ну вот, девять месяцев только я сомневаюсь, что пролежала бы. Наполовинку там или как-то. Тем более сырая. Настолько вкусная, что даже мне мысль сфокусировать было очень сложно. Так. Давайте вот эту вот манго. Так, давайте. Вы, наверное, в комментариях написали, какого цвета здесь в ней будет у нас шоколад. Здесь у нас был темный шоколад, обыкновенный. А, нет, смотрите. А вот апельсин обыкновенно здесь был. Не видела. Здесь у нас была обыкновенная шоколадка, темная. Здесь у нас был белый шоколад. Темный, белый. Тут какой? Серый? Может быть, серый, правда. Как раз такой вот. Пишите в комментариях, как вы думаете, какой здесь шоколад. Я тем временем начинаю открывать. Где он у нас открывается? Та-дам! Здесь обычный шоколад. В принципе, я так и думала, что, скорее всего, обычный. Наверное, мне кажется, он даже похож. Или даже тот же самый, как у апельсина. Сейчас посмотрим. Сравним. Не думаю я, что они отключаются. Нет, конечно. Хорошо выполнен. Почти ничего не видно. Чуть-чуть тут. Ну, небольшие, маленькие, такие минусы есть. Так, ну, давайте разрежем их. Опа! Ой, желтенький. Почти как апельсин. Немножко, наверное, я неаккуратно разрезала. И получилось как будто бы... Как будто бы навалено. Здесь разных цветов они какие-то. Может, навалено действительно. Тоже довольно много шоколада тут по бокам, сверху, везде. Но очень много начинки. Кстати, меня это очень удивило, то, что очень много начинки. Обычно там делают их какие-то маленькими. Чуть-чуть начиночки. И там побольше шоколада. Ну, в принципе, всегда и везде делают. Начинки очень мало. Особенно пельмени. Там, не знаю, какую-то булочку покупаешь. Написано, что она с сыром. А там одна сыринка маленькая лежит. Вот здесь меня удивило. Давайте пробовать. Здесь кажется, что манго прям кусочки. Видимо, поэтому вот они и кажутся как раз кусочками. Они разных цветов. Да, там прям кусочек. Да, здесь прям кусочками они. Я удивлена. Не то, что удивлена, а ещё больше удивлена. Если вы купите эти конфеты, начинаете пробовать. Также по моей комбинации. Начало апельсин, потом клубника, а потом уже манго. Как раз от вкусного к самому вкусному. Просто, допустим, если вы попробуете сначала манго кусочками, а потом попробуете там апельсин или клубника, то будете удивлены не настолько приятно, что здесь были кусочки, было вкусно, а тут уже типа джемом. Да-да, вот я слово вспоминала, это джем был. На джем похожем. Вот здесь кусочки, так приятно. Разрезала я вторую не просто так, действительно посмотреть. Вот действительно видны кусочки и немножко джемом. Здесь, кстати, кусочки расположены в виде лапки. Сейчас надо сфокусировать немножечко. Как раз здесь получается вот большой кусочек и маленький вот так вот, как лапочка. Я просто, да, разрезала, потому что еще раз убедиться, что эта конфета была правильная, что в манго действительно так должно быть. Может быть, там случайно попались какие-то остатки с маленькими кусочками, но нет. Очень вкусные конфеты, мне очень они понравились. Рекомендую. И видите, как указано на упаковке, все точно так же. Они подписаны. Такие же красивые, хотя вот здесь гораздо в жизни красивее. Так, это у нас... А, это у нас манго была даже. Блестящие, яркие. Ну, здесь, наверное, просто не получилось сделать блестящие. Ну, правда, здесь манго нарисован прям желтенький, здесь не желтенький. Ну, наверное, если, я думаю, его вытащить оттуда из шоколадки, то он будет немного пожелтее. Ну, в принципе, это не имеет значения, на самом деле, цвет. Самое главное, что это, чтобы был вкус, был вкусно, да, и чтобы выглядело одинаково. Для меня лично так, что так же много начинки и так же много шоколада. Здесь тоже много начинки, много шоколада. Там, по крайней мере, не чуть-чуть, не с одного бока, как иногда бывает в редких случаях. Вот. Фотография на эту сторону будет у вас в конце ролика. Буквально вот сейчас уже. Вот. А на сегодня это все. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Понравились вам такие конфеты? Ну, если вы их покупали, пробовали. Если понравились, то чем? Если не понравились, тоже напишите, чем? Может быть, вам достались какие-то другие немножечко? Или, может, вам манго досталось другое? Или, может быть, вам кусочки достались в апельсине? Ну, вот, я апельсиновые очень... Мне понравились, я полюбила их. Я бы с удовольствием еще даже... Ну, куплю наверняка еще. Может быть, даже нарез где-то продают их, я так думаю. Они довольно тяжеленькие. Вот. Ну, все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok